Здравствуйте! И снова хочу вернуться к истории спасения дубовой рощи на улице Солнечной неравнодушными местными жителями. Чтобы, вот так сказать, закрепить успех, достигнутый в переговорах с застройщиком, люди пригласили и представителей власти, дабы уже и те тоже ознакомились с гарантийным письмом по поводу планов на дальнейшую судьбу рощи, ну и, соответственно, приняли бы на себя часть ответственности за то, что деревьям ничего больше не должно угрожать. На встречу с местными жителями начальство приехало уже в привычном составе. Депутат Госдумы Хинштейн, председатель городской думы Фетисов, прокурор Самары Шевцов. Им, собственно, и оставалось лишь констатировать данность, положение гарантийного письма, да подтвердить еще и правопреемственность и правомощность выбранного сценария и несколько уточнить, какие же еще меры возможны для усиления эффекта озвученных гарантий. Строительство здесь непосредственно на территории дубовой рощи невозможно, потому что этот участок не входит в план застройки и в утвержденную документацию он никакого отношения не имеет. Поэтому любые попытки строить здесь дубовую рощу – это грубейшее нарушение законодательства градостроительного, административного, а в конечном счете уголовного, потому что при строительстве в роще придется врубать здоровые деревья, а это уголовно наказуемое деяние. Несмотря на то, что у нас сейчас появились некоторые документы, о которых я говорил, которые свидетельствуют о желании собственников сохранить дубовую рощу. Раз. Второе. Еще есть документы, где сейчас располагается строительство домов, не затрагивающих вот этих лесных насаждений. Я думаю, что какую-то более серьезную аргументацию для людей, возможно, и с изменением, зонерой, наверное, к этому надо будет возвращаться. И вот еще раз на вот этом примере лишний раз хотелось бы заострить внимание как раз на том, что, по сути, люди добились положительного для себя результата самостоятельно. И здесь, конечно, нельзя не отметить, что, к счастью, застройщик в этом плане оказался вменяемый. И несмотря на разницу интересов и упускаемую прибыль, бизнесмены все-таки нашли в себе силы пойти людям навстречу и отказаться от первоначальных планов застройки. Этот шаг реально оценили все, особенно местные жители, тем более после проигранных ими судов. Так что вот придумывать тут смысл ничего нет. Когда молодцы, тогда молодцы. За такой подход любого застройщика похвалить не лишнее. СДЦ «Строй» первоначально воспринимался как обычный застройщик, который, как все, привез штракбрекеров на слушание, которые продавили решения о смене и зонировании. И изначально он воспринимался совершенно одинаково. Несмотря на это, руководство компании нашло в себе силы изменить подход, пойти навстречу людям, пересмотреть проект. Да, они готовы, он еще не пересмотрен, они готовы пересматривать. И дальше они готовы его рассматривать вместе с людьми. И в этом отношении руководство застройщика вполне адекватно, более чем адекватно. Это очень-очень важно. Причем вот для меня лично это важно не только в плане рощи на Солнечной Губаново. Это очень важно как прецедент. Прецедент – пример для других застройщиков Самары. Я очень надеюсь, на самом деле я уверен, что не только эта компания имеет адекватное руководство. Не может быть, что все были неадекватные. Но вот эта компания показывает пример другим, как можно и как нужно действовать, как можно и нужно решать проблемы. И вот как раз вот на этом примере и хотелось бы, чтобы до всех бизнесменов дошло, что скандальные ситуации можно и нужно решать именно как раз вот так, вот конструктивно и договариваясь. А не доводя противостояние до открытых столкновений. А то вот в каком еще ключе могут развиваться вот подобные столкновения – большой вопрос. Ведь, слушайте, ну общественный запрос для власти по всей подобной проблематике очевиден. Неукоснительное соблюдение законности и порядка при условии учета интересов и мнения населения, проживающего непосредственно на такой-то вот территории, где и происходит та или иная конфликтная ситуация. И есть у меня ощущение, что за последние годы власть начала наконец реагировать именно в таком ключе. Ну пусть не все еще должностные лица, кому положено, и не во всех ситуациях, в которых положено, но с мертвой точки дело все равно сдвинулось. Положительный пример вмешательств тех же Хинштейна и Фетисова в Самаре уже много. Поэтому вот, ребят, ну давайте лучше жить все-таки дружно и учиться, находить общий язык в треугольнике народ-власть-бизнес. Давайте конструктивно, без войны. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...